К событиям 14 главе и бытия, связанным с первым упоминанием такого видоприношения, как Десятина. Мы видим Авраама, который вышел из Ура, потом продолжил свое путешествие, оставил там отца, или кто-то хочет верить в то, что он похоронил. Не, абсолютно нормально. Это не принципиальные вещи. Это не принципиальные вещи. Если кто-то хочет верить Речи Стефана, я не вижу особых проблем в этом. Мы просто показывали и разбирали этот пример для того, чтобы мы видели, как у нас возникает представление, и зачастую мы не можем вспомнить, откуда они у нас взялись. Но зацикливаться уж на этом точно не стоит. Понятно, да? Итак, мы видим Авраама, который последовал за Богом. Мы видим как бы его жизнь. И здесь ситуация очень простая. Они расстаются со своим племянником. Да? И что-то с ним происходит. Что-то с ним происходит. С племянником. Одни царивают с другими. Процесс идет достаточно долго. И когда уже процесс вроде бы завершился, одни победили других, забрали добычу, и, собственно говоря, пошли. Они опрометчиво зацепили племянника Авраама. И добрый человек пришел к Аврааму и говорит, слушай, там, собственно говоря, злые люди обидели твоего племянника. Да? Так это было? Победители взяли все имущество Содома и Гамора и весь запасы, и ушли себе спокойно. И взяли лота племянника Авраама. Все было хорошо, вот только лота трогать не надо было. Потому что, когда сказали Аврааму, он пошел, Авраам, услышав, что сородник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его всего лишь 318 человек, и преследовал неприятеля Датяна, и, разделившись, напал на них ночью сам, рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что в левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество его, а то сородника свое имущество его возвратил, так же и женщин, и народ. Все хорошо. Да? Мужики там воевали 11 лет, зацепили случайно племянника, дядя обиделся, взял 318 человек, и победители, собственно говоря. И все забрал. Естественный ход вообще событий? Нет. Не совсем все хорошо. 10 царей, у каждого своя свита. 10 царей, у каждого своего войска, значит, даже если сравнить это с той группой людей, которая была с Авраамом, значит, это, ну, скажем так, не совсем сопоставимые силы. Получается, что только у одного Авраама войска было намного больше, чем у каждого царя. Вообще, конфликт длился 12 лет, и в 13-м они решили, в общем-то, разобраться по-взрослому. И разобрались, только Авраам все испортил. И вот идет Авраам, и буквально с ним немного народу, после победы, да? И когда он возвращался после поражения Кидр-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская. И мелкий Садек, царь Салимский, вынес хлеб и венок, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал десятую часть из всего. И царь Содомский сказал Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай мою руку, Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что ты ими не сказал, я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки, кроме доли принадлежащим людям, которые ходили со мной, Анар, Ишков и Мамри, пусть возьмут свою долю. Любопытные события. Мы можем долго размышлять над тем, что произошло, почему царь вышел навстречу, почему он нес с собой символы благословения и символы мира, выражения мира, и встречал его не в воротах Иерусалима, а вышел навстречу в долину. Но это нас, в общем-то, по большому счету не будет беспокоить. Нас будет беспокоить вот что. Выходит священник и царь, и благословляет его, и говорит о том, что он благословлен. И Авраам решает отделить ему десятую часть из добычи. И тут надо понимать, что на самом деле отделение десятой части не было ноу-хау Авраама. В общем-то, это было традицией очень многих народов. Отделение десятой части как символ зависимости. То есть, отделение десятой части или десяти процентов было выражение зависимости. И когда Авраам отделяет десятую часть этим самым действием, он говорит о том, что та победа, которая дарована ему, не является его достоянием. она была дарована Всевышним. И он понимает, что, в общем-то, это было чудо. Не его силы и крепость даровали ему эту победу, но Всевышний отдал ему эту победу. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. И Авраам дал ему десятую часть. Не было закона, и это действие было добровольным выражением признательности и зависимости от Бога. Куда дар был направлен? В прошлом. События уже произошли? Да. Его дар влиял на будущее событие? Нет. Он выражает благодарность Богу, свою зависимость и понимание того, что, в общем-то, не совсем его силы и крепость приобрели это богатство и эту победу. Дальше на сцену выступает достаточно интересный персонаж. Царь Содомский сказал, отдай мне людей, а имение возьми. Выходит мужик, который, кстати, пришел с пустыми руками и говорит, да, вот тут давай-ка разберемся. Это ты можешь оставить себе, а вот это, собственно говоря, отдай мне. мог ли он вообще чем-то там распоряжаться? Нет. Вся добыча принадлежала кому? Аврааму. Как победителю. Он, собственно говоря, все это имел. Но Авраам принимает достаточно странное решение. Достаточно странное решение. И в тексте он дает объяснение своему решению. Он говорит, поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, что ты не сказал. Я обогатил Авраама. Другими словами, Авраам говорит, послушай, тут возникает вопрос принципа. Потому что, как правило, когда разделяется имущество, шнурки никто не считает. Кто-то считает шнурки? Но бывают разводы, когда, в общем-то, делят имущество из принципа, где что-то одно пилит пополам. Или шнурки делят. то есть, вопрос у Авраама был принципиальный. Он говорит, послушай, я ничего не возьму и отдам даже тебе шнурки из принципа. И какой принцип? Он говорит, чтобы никто, даже ты, хороший человек, не мог сказать, что вот это событие, которое произошло, я двинулся на него ради того, чтобы получить богатство. Я не хочу, чтобы никто не бросил тень на эту победу, которую мне даровал Всевышний, сказав, что я этим занимался, чтобы приобрести себе богатство. И поэтому я отдам тебе все принципиально даже шнурки для того, чтобы никогда ты не смог сказать об этом. Вот это дело принципа. Он не хотел, чтобы кто-то бросил тень на ту победу чудесную, которую бог даровал ему. И он показывал, что богатство его абсолютно не беспокоило. но очень важный момент, он не распоряжался чужим. При том, что он решил распорядиться своим, принципиально отдать, чтобы никто не мог сказать относительно его, он при этом не забирал ни у кого, что, что принадлежало из добычи, как доля ходивших с ним. Но он говорит, то, что мое, я отдам, но это, это не мое, и я им не могу распоряжаться. Понятно, да? Очень важно, что вот этот жест, который был сделан Авраамом, был добровольным и говорил о его зависимости и благодарности за те события, которые произошли в прошлом. Но никоим образом не искал он расположения Всевышнего на будущее. Похоже на историю с Авелем и Ноем? Похоже, да? Мы можем, конечно, разбирать мидраши, которые говорили о том, что из-за формы благословения, которым Малкицадык благословил Авраама, его наследники перестали быть священниками, потому что священство передавалось по наследству, и наследие перешло к потомкам Авраама. Мы можем говорить о многих мидрашах по этому поводу, но это как факультативные вещи, вы можете их почитать. Важно, как бы, вот эта часть, куда было направлено даяние 10% это не было левитской десятиной, ни в коем случае. Понятно, да? И этот случай разбирается уже в Новом Завете, мы будем чуть дальше говорить об этом, как случай, относящийся к Ешуа, как первосвященнику, но ни в коем случае не относился к тому, что десятина была до закона, поэтому в общем-то она каким-то странным образом перекочевывает в Новый Завет. Мы будем говорить дальше подробнее об этих вещах, но сейчас мы хотели остановиться. Добровольное даяние, направленное в прошлое. И когда мы будем говорить о Мелхиседеке или Малки Цадеке, то мы будем говорить уже о его титуле, который он имел, одновременно он был священником и в Израиле священство и царство были разделены, скипедр не должен был отходить от Иуды, а священники были из колена Леви, из рода Аарона. Понятно, да? нас здесь интересовал момент именно добровольного даяния, которое исходило из желания человека отблагодарить и выразить свою признательность и зависимость и ни в коем случае не уронить тень на победу или как-то присвоить какие-то заслуги в получении этой победы себе. Понятно, да? Переходим к следующему персонажу. Один из в общем-то известных персонажей это сын Абраама, ребенок обетования мы не будем разбирать многие вещи, которые произошли в жизни Абраама и как он приносил жертвы и заветы и желание его и готовность его принести в жертву своего сына. Нас интересовал вопрос только связанный с 10% потому что нам нужно будет потом говорить об этом в Новом Завете. Но просто как бы показываем его желание сердца благодарности и мы видим что когда Бог являлся ему он строил на том месте жертвенник когда Бог давал ему какие-то обетования естественным образом Авраам строил жертвенник в данном случае он не строил жертвенник в данном случае он принес 10-ю часть и вот его сын его сын дитя обетования любовь отца и его мама была сосредоточена на ком на нем нет его отца на Исале Ицхак мы говорим об Ицхаке Ицхак любовь родителя была сосредоточена на ком на нем 25-я глава и отдал Авраам все что было у него кому Ицхак основной ложниц которые были у Авраама дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака сына своего еще при жизни своей на восток подальше чтобы когда он умрет больше никто наследство не делил в землю восточную итак вся любовь все что было в доме понятно было сосредоточено только на нем только на нем это был ребенок которого они ждали всю жизнь это был ребенок который появился сверхъестественным образом это был тот ребенок которого Авраам готов был принести в жертву да понятно что Бог попросил у него самое дорогое и он готов был но Бог оставил этого ребенка заключил завет с ним дал обетование еще благословил все и теперь все наследие отца переходит естественным образом кому исхаку и вот посмотрим на этого мальчика заметьте что исхак не стал тем от кого произошел весь Израиль мы разбирали да что у Авраама были дети но только исхак стал преемником благословения исхака было двое детей и только один из них наследовал обетование и от этого ребенка произошли уже все 12 колен Израиля да здесь все понятно но почему-то исхак будучи таким уникальным ребенком достаточно редко упоминается в Писании очень часто Авраам очень много сказано об Израиле но не все так хорошо с упоминанием Исааков смотрим на 26 главу был голод в земле сверх прежнего голода который был во дни Авраама и пошел Исааков и Мелеху целью филистимскому в Герарх Господь явился ему и сказал не ходи в Египет живи в земле о которой я скажу тебе странствую по сей земле и я буду с тобою и благословлю тебя ибо тебе и потомство твою дам земли сии и исполню клятву которой я клялся Аврааму отцу твоему и умножу потомство твое как звезды небесные и дам потомство твоему все земли сии и благословлятся всеми не твоим все народы земли за то что Авраам послушал глаза моего и соблюдал что мною заповеданно было соблюдать и повеление мои и уставы мои и законы мои Исаак поселился в Гераре смотрим бог является к мальчику мальчику сколько было лет кстати сколько было мальчику когда его решил папа принести 7 порядка 37 взрослый мальчик ну в общем-то традиция смотрит на этот вопрос достаточно просто Сара судя по всему после этого события прожила не очень долго когда папа был готов принести его жертву а мальчик горевал по смерти мамы пока не женился 3 года а женился он понятно почему где-то вот в этом возрасте то есть мальчик был взрослый утешила утешить могла только жена ну так написано что он утешился когда ввел свою жену в шатер мамы и так мальчик был достаточно взрослый и мы видим что бог является к нему и являясь к нему он говорит послушай я благословлю тебя ради кого говорит естественно а кого же еще собственно говоря благословлять все что принадлежало моему папе досталось кому любимому вся любовь родителей на ком была сосредоточена на мне опять таки понятно что благословение которое в общем-то имел папа кому должно перейти давай благословлять никуда деваться уже нету тяжелая моя такая доля давай благословлять мы видим какую-то благодарность мы видим какое-то послушание он послушался вообще слов которые сказал ему Всевышний а в ответ тишина не послушался большое спасибо вы внимательно читали Всевышний ему говорит послушай странствую по этой земле и в общем-то он говорит и сразу он поселился говорит странствую говорит хорошо и поселился и написано что вот этот странник сеял Исаак в земле то и получил год ичменя во сто крат так благословил его господь надо сказать что урожай во сто крат до сегодняшнего дня при современном уровне земледелия является чем-то невероятным это чудо тогда понятно это тоже было достаточно чудо большим чудом и стал великим человек сей и возвеличился больше и больше до того что стал весьма великим и были у него стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей упс у странника то откуда пахотные поля он стал уже далеко не странником странная вещь бог является к мальчику и говорит о благословении и мальчик его мягко не совсем слушает не выражает никаким образом своих эмоций по поводу того что бог явился к нему и сказал что он благословит его он поселяется и бог его что благословляет благословляет абсолютно невероятным образом и величина его благословения весьма велика и он стал великим человеком но с этим величием пришли проблемы не величие но пришли пришли неприятности и во всех этих неприятностях с течением времени он что-то очевидно понял он что-то очевидно понял потому что когда Всевышний является к нему второй раз и в ту ночь явился к нему Господь и сказал я Авраам я все в 26 главе я бог Авраама отца твоего не бойся ибо я с тобой и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама раба моего и он устроил там жертвенник и призвал имя Господа как это не странно первый раз он просто выслушал благословение и сделал по-своему но тогда когда Бог благословил и пришли проблемы человек что-то понял и вторично он приносит уже жертву жертву если первый раз он принимает благословение как само собой разумеющееся и не благодарит за него то второй раз он уже это делает был ли этот мальчик с самого начала благодарным очевидно не очень потому что он не следовал примеру своего отца который при каждом явлении Всевышнего устраивал что? жертвенник он принял благословение как нечто само собой разумеющееся и мы говоря эти вещи должны понимать что мы вошли в бритхадаша и Всевышний благословил нас невероятным образом но это не само собой разумеющиеся вещи мы не должны стать подобны таким людям как был Исхак в начале пути мы не должны принимать благословение как нечто то что нам принадлежит и является абсолютно нормальным и положенным мы должны понимать и испытывать чувство благодарности и зависимости от того кто нас благословляет понятно понятно что Бог любил его понятно что Бог любил его и благоволил к нему понятно что и Отец любил и наследовал он это обетование и благословение понятно но неправильно было наследовать это как нечто само собой разумеющееся неправильно было это принимать и при этом даже не выражать никоим образом своих благодарностей Всевышнему. И поэтому до сегодняшнего дня нам надо помнить этот пример и понимать, что мы зависимы от Бога, и Он благословляет нас, но мы, в общем-то, благодарим Его, потому что мы не принимаем это как нечто само собой разумеющееся. Потому что если мы принимаем так, то мы слегка можем быть неблагодарными. Но вспоминая Ноха, мы вспоминаем, что благодарность – это то, что было кому приятно? Богу. И благодаря этой благодарности одного человека мы все получили благословение, и все вошли в его завет. Поэтому благодарность – это хорошее чувство. Да? Иаков – это первое место в Библии, где встречается завет, который заключает человек посредством материального даяния, или посредством десятины. Где-то мы еще раньше могли бы прочитать о завете, в который вступил бы человек, инициатором которого был бы человек, и завет, он материальный. Когда человек приходит, говорит, слушай, я хотел бы с тобой договориться, дать тебе денег. Где-то мы это встречали раньше. Вот это ноу-хау принадлежало тому? Иакову. И посмотрим на некоторые детали того, как это происходило. Вы помните историю с лестницей Иакова, которую он увидел? Шикарная история, да? Ангелы, которые восходят и нисходят, да? Иаков решил, вам тяжело слушать меня и читать. Или вам легко, нормально? Я не мешаю вам читать? Не мешаю? Не, если я мешаю, я могу подождать. Вы почитайте, а потом я продолжу. Спасибо. Итак, смотрите. Смотрите, лестницы, они входят, снисходят. Иаков решает поставить там памятник. Помните? И он говорит, что это место назовется как? И здесь будет дом Божий. Большой памятник вообще был? Какой величины? Какой величины? Это же нормальный парень. Теперь читаем эту историю. С 12 стиха 28 главу. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. А вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство Твому. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространиться к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот я с Тобою сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в землю сию. Ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. И Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истинно, Господь присутствует на месте всем, а я и не знал. И убоялся и сказал, Как страшно сие место. Это не иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовью, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек ему место Вифиль. А прежде имя того города было Луз. И положил Иаков в обед и сказал, Если Бог будет со мной и сохранить меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Отличная история. Шикарный памятник. Зачем он, кстати, возливал масло? Такой простой вопрос. Помазание. Хорошо. Еще какие идеи? Посветил. Шикарно. Еще. Ну, зачем ты же это делал? Давайте подумаем, зачем он это делал? Ну, простая вещь. Но человек что-то делает. Правильно? Он же это делает для чего-то. Благодарность Богу. Благодарность Богу. Отлично. На тот момент, какого он мог принести жазу. Саласин. Давайте посмотрим проще. Камень был большой? Нет. Чтобы место не потерять. Если на камень налить масло, он будет отличаться от всех остальных камней. Камень, в общем-то, не сильно отличался от всего окружающего. Памятник был не сильно велик. И чтобы место не потерять, он масло налил. Значит, собирался вернуться. Да, собирался. Но с памятником сложилась крепко. Все понятно. Жертва, с помазанием. Он был достаточно прагматичным парнем. Он место не хотел потерять. Место было серьезное. Он же обещал что-то делать. Он обещал что-то сделать. И он показывал, что он серьезно намерен, в общем-то, вернуться к этому месту. И чтобы не потерять его, полил даже камень маслом. Так вот. Что меня заинтересовало. Бог является ему и дает ему обетование. Но человек говорит, послушай, ты серьезно? Он размышляет. Бог ему дает какое-то обетование. И человек говорит, послушай, я хочу со своей стороны, в общем-то, достаточно серьезно отнестись к этому. Когда Бог дает ему обетование, требует ли он что-то от этого мальчика? Нет. Нет. Он является к нему. После ряда приключений, связанных с покупкой первородства, с переодеванием, да? Убегством из дома отца. Ну, все там было весело, да? Отец у него еще был жив. Да? Ну, Бог является к нему и говорит, послушай, я благословлю тебя. Я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Он дает ему безусловное обетование, ничего не требуя взамен от него. Это так? Но человек встает и говорит, послушай, я хотел бы по-нормальному с тобой договориться вообще. Я готов взять на себя часть. Он так говорил. Говорит, если ты исполнишь... Ничего раз. Он обращается к Богу и говорит, если ты исполнишь то, что ты его сейчас сказал. И добавляет нечто, чего Бог не договорил. Не обратили внимания? Нет, это Бог говорит. Он добавляет весьма любопытную часть. Он говорит, да, кстати. Хлеб и одежду. Было бы неплохо хлеб и одежду. И если ты это сделаешь, то я тебе... По-нормальному. Откат сделаю 10%. Говорит, давай с тобой договоримся. И все, что ты мне дашь, я тебе обратно 10%. Нормально, еврейский подход. Я смотрю, доходит, да? На откатах никто не работал? Никто никогда никого не заинтересовал откатами, нет? Нормально. Если ты это мне сделаешь, то я тебе за то, что ты мне это сделал, обратно 10%. Он, по-моему, нормальный бизнес. Говорит, так вот. Ты, ты. Нормально. Присовокупи к твоему обещанию. А я со своей стороны обещаю. Ну так, чтобы ты был заинтересован уже, ну что, ты просто так будешь стараться уже, для меня. Ну, будь забыть, чтобы тебе интересно было меня благословлять, я тебе 10%. Так что, если, 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 из всего того, что ты дашь мне, я дам тебе 10-ю часть. Он заключает обет, и в обете, в начале обета, он говорит Богу, если Бог будет. Бог ему вообще ставил какие-то условия какие-то условия, а он? Легко. С самого начала. Говорит, если ты так и будешь со мной, то я в конце тебе 10% легко. Картина не такая идеалистическая, как были до сих пор. Нет, что, нормально, он так и договорился. На самом деле, ему удалось так и договориться. У меня тут один такой, не знаю, вопросик, мысль возникла. Дело в том, что он не просил себе богатства, он просил себе самого насущного. Да, конечно. И обещал за это немного отдать. Какой памятник, такая отдать. Нет, так никто не говорит, что он богатства у себя просил. Вообще, он выдвигал Богу изначально условия, присовокупляя к обетованию, которое он имел, безусловно, то, что ему было насущно необходимо, и обещая Бога за это еще и отблагодарить. Кто сказал, что в обетовании будет отсутствовать хлеб и одежду? Никто не сказал. Но он просто решил гарантировать их присутствие. Никто не сказал, что их не будет. Все нормально. Он просто решил себе прогарантировать их наличие. Договорился с Богом за откат. Говорит, если ты по-серьезному ко мне вот так, и то, что ты сказал, ты таки сделаешь, и еще к этому мы немного присовокупим, то я тебе за все это, в общем-то, обратно можешь быть уверен. Будем сказать, что Ица, кто еще живет, а не мог использовать деньги на среде Ица, кто еще живет. Тридцать вторая глава. С течением времени он что-то понимает. Тридцать вторая глава, десятый стих. Не достоин я всех милости и всех благодеяний, которые сотворил рабу твоему. Ибо я с посоха моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава. Ибо я боюсь его, чтобы он, не придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, который он не исчислен от множества. И ночевал там Иаков. Проходит время, и человек понимает, что его жизнь, она в руках. И он понимает, что все, что он приобрел, явно не от этого было. И он понимает, что он не достоин всего, что Бог дал. Мы не знаем, как он отделял эту десятую часть. Мы не знаем, кому он ее приносил, как он это делал. Мы не знаем этого. Ну, судя по всему, в общем-то, я думаю, что он делал это. Но вопрос в том, что он убегал, боясь брата. И через много лет, когда он возвращается, он зависит от Бога точно так же, как он зависел тогда. И его жизнь, она зависит не от богатства, которым он обладает, и осознания того, что он не достоин этого. Она зависит от Бога. И здесь мы видим уже другого человека. И после этой встречи он становится кем? Израилем. Осознавая о том, что с Богом нельзя договориться. Осознавая свою полную зависимость, зависимость своей жизни, жизни своих жен, жизни своих детей, полностью от Бога, и он уже с ним не договаривается. И он говорит, ты помнишь, ты мне сказал, только на тебя я уповаю. Больше нет у меня другого основания, как надеяться на тебя. И никто не может меня спасти, как только ты. Даже десятина не пролазит по конкурсу. Понятно, да? Что-то изменилось в этом человеке. Я так понимаю, на сегодня мы уже закончили, и продолжение будет в следующем.